Я благодарен организаторам, я очень горд быть здесь, рад быть здесь, я хочу начать, я всегда начинаю, Это такой шутки, которая прояснит понятие фалоса, о котором не было времени говорить у Младена, я не хочу сказать, что он не знает этого, он много писал главы целые об этом, Но это шутка может прояснить какое-то непонимание, которое фаллогоцентризм, это понятие может произвести. Да, я знаю, что меня не надо представлять, у меня не столь высокое мнение о себе, о своей персоне, я всегда думаю, это же не я, о каком вы говорите, это не я. Я почти физически чувствую разрыв между моим убогим, убогим моим физическим телом и тем человеком, о котором вы говорили, Кэти. И вот этот разрыв есть мое здоровье, потому что Лакан говорит, что сумасшедший, это не просто нищий, который думает, что он король, но и король, который думает, что он король. Так вот, это минимальная дистанция, есть тот элементарный форум, есть тот элементарный форум того, что Лакан называет символическим констрацией. Итак, спасибо, что вы напомнили мне об этой символической констрацией. Итак, как это относится к фалосу? Для Лакана, парадоксально, фалос, это означающее констрации. Что это означает? Давайте я разображу мысли. Я надеюсь, что меня не убьют переводчики, сейчас я импровизировать буду, но постараюсь попроще. Что очень важно для Лакана? Фалос — это означаемое, означающее. То есть, если вы воспринимаете фалос как непосредственное воплощение моей жизни, силы и так далее, вы теряете опору. Знаете, царь, король. Для него осуществлять власть подразумевает буквальные дополнения — корона, скипетр. И быть королем в традиционном смысле означает трагический опыт. Вам необходимо принимать то, что вы ничто, вы сами себе не принадлежите. Вся ваша власть происходит из того, что вы идентифицируете с каким-то символическим пространством. И думая о фалосе, как означающем для Лакана, повторяет то же самое дополнительное дополнение. Да, фалос дает вам власть, но одновременно он и забирает у вас. Это не вы. Чтобы вас идентифицировать с фалосом, это означает не то, что у меня есть власть. Это означает, что моя власть не во мне самом, а она где-то вовне. Она экстернализирована. Ещё одна вещь, которую нам нет времени говорить, Ладан обозначил очень тонким образом эту проблему Гегель. И мы, наша славянская лакановская шайка много думала, все мы думали об этом. Как формулировать пределы Гегеля. Потому что, вы знаете, в определённом образе Гегель знал, что нам нужны трубочисты. Гегель, в общем-то, знал, что нам нужны трубочисты. Король. Это один из терминов, если вы почитаете, что пишет Гегель о монархии. Это трубочист. Когда он говорит о необходимости конституционной монархии, он очень смеет. Его всегда высмеивают, да, это компромисс Гегеля с до модерной пульской монархии. Давайте серьёзно посмотрим. Это очень глубокое представление. Вы не должны оставлять государство экспертам, которые претендуют, что знают. На верху, на самом верху власти, должен быть идиот, как я. Как мы с вами. Король для Гегеля это не тот человек, который квалифицирован. Там очень жёсткие слова у Гегеля. Гегель пишет, что король должен иметь хорошую манеру и подписывать документы, которые готовят другие люди. Гегель очень глубокая мысль здесь откроется. То, что мы ретроактивно называли бы тоталитарной опасностью. Пространство тоталитаризма в современном смысле открыто тогда, когда бюрократическая экспертиза и король на верху власти составляют единое целое. И вот эта дистанция между бюрократами, экспертами и вершиной власти, которая проформа делает свои предложения, просто подписывая документы, так вот эта дистанция должна быть сохранена. Вот почему. Проблема со Сталином связана не с тем, что он был царём. Это примитивная такая западная теория. Сталинизм объясняется примитивными русскими условиями, царизмом. Сталин-то не был царем. Сталин думал, что как лидер он и главный знаток. Главный эксперт. Он не принимал, что король должен быть идиотом. Он искренне думал. Вы знаете, что он думал, что он лучший языковед, лучший историк. Вот почему. Вот мы здесь видим кастрацию, ну в другом смысле. Как раз, чтобы обладать эффективной властью, Сталин, тем не менее, хотя казалось, что Сталин был высшей властью, ему нужно разыграть другую роль. Я развивал это в своих книгах. Гитлер был образ, господин, образ хозяина. Посмотрите документальные фильмы. Всегда очень интересно смотреть документальные фильмы о Гитлере и Сталине. Гитлер говорит речь. Толпа аплодирует, хозяин перенимает. А теперь Сталин говорит, что толпа аплодирует, и Сталин аплодирует сам себе. Это его позиция. Вы аплодируете не мне, вы аплодируете нашей общей идее, нашему общему делу, которому я служу. И вот то, что меня всегда интересовало и интриговало. Никаким образом я не хочу оправдать Сталинизм, но хочу почерпнуть дикторацию. Я в одной книге, Энн Аппельбаум, ГУЛАГ, я прочел интересную деталь. Даже в худшие времена ГУЛАГа. Раз в год, раз в году, в день рождения Сталина, собирали всех заключенных, и они должны были подписать телеграмму, в которой они должны были пожелать Сталину всего лучшего и так далее. Вы даже не могли бы представить такую процедуру в нацистской Германии. Это было бы совершенно бессмысленно собрать всех евреев в Освенцию, чтобы они подписали телеграмму Гитлеру. Совсем другая вселенная представляла собой нацистская Германия. Вы можете увидеть это, когда вы внимательно посмотрите логику Сталинизма. В Сталинизме есть радикальное извращение проекта просвещения, когда все мы, и это прекрасно, фокусироваться на всех скатологических терминах, которые использовали в кратком курсе. Все вот эти вот славянские термины, которые они используют для врагов. Итак, Сталин участвует в универсальном режиме, и как бы Сталин сам становится на собственные плечи и говорит правду. Посмотрите на эти процессы показательные. Я пересчитал какой-то мауистские репринты дела Славского в Праге в 51-м году. Итак, Сландского обвиняют, потому что он титаист и так далее. Его спрашивают, как вы стали предателем с невозможного пункта точки зрения. И вот Сландский говорит, когда я был ребенком, меня родители учили ненавидеть рабочих. Гитлер бы никогда не признал бы. Он никогда бы не признал бы, что евреи участвуют в универсальном разуме. У вас не могло быть антиеврейского процесса в нацист-германии. Сталин мог организовать процесс, где, как мог бы Гитлер признался, сделал бы признание евреев в еврейском заговоре. Потому что Гитлер — это не посвящение. Для него не существует единого универсального символического пространства, откуда можно говорить об этом. Я думаю, что Жак Лакомон — знаменитое утверждение Жака Лакана. О том, что нет металлоязыка, он не существует. Также имплицитно является критикой сталинизма. В том смысле, что вот эта вот объективная позиция, когда вы сможете стать себе на плечи и посмотреть на историю вне себя — это необходимость для сталинизма. Это основная категория сталинизма — объективная ответственность. История невессмысленна. В истории существует большой другой, и все наши действия записываются. Как Сталин говорит, вы можете быть честным человеком, но ваши действия объективно означают поддержку контрреволюции. Трюк Сталина в том, что он занял эту полигрованную позицию. То есть только Сталин знал, имел доступ к этой объективной необходимости. У меня нет времени об этом говорить, но интересно то, что Гегель в чём-то радикальнее Маркса. Потому что, вы знаете, Маркс не был сталинизм. Но, тем не менее, он позволял то, что Гегель бы никогда не получил. У вас может быть историческое действиещее лицо, которое знает высшую необходимость историю и будет играть как агент исторической необходимости. Это Марш мог говорить, Гегель такого бы никогда не сказал. Больше расскажу об этом завтра. Что я хочу сказать? Что король для Гегеля — это одновременно действие. Он одновременно чисто и означаемый. В самом простом смысле вся его власть происходит от его имени. Не надо быть квалифицированным. И вы можете развивать теоретические схемы использования не буквальных обозначений. Когда вы называете короля мудрым величеством, это работает даже так, когда вы знаете, что король не его мудрое величество, а тупой критит. Это символический титул. Он не имеет отношение к реальному человеку. С другой стороны, и то, что я люблю у Гегеля, именно это место. У нас один трубочист, фаллический элемент. Почему трубочист? Король стоит, и он означает это радикальное развлечение. Вы не знаете качество короля. Это просто биологическая лотерея. А с другой стороны, он и повстанец. Плебс, те, кто не часть общества. Так вот, для Гегеля на двух крайних сторонах общества Плебс и король возникает единство. Теперь о возможности мета-языка. Я недавно перечитывал историю Советского Союза, и я обратил внимание на одну трагическую вещь. Знаменитое последнее письмо Николая Бухарина Сталину. Знаете, что там особенно трагично? Бухарин верил в мета-язык. Бухарин верил в мета-язык. Его послание о чем? Да. Я вижу, что партии нужны жертвы. Партии нужны те, кто должны признать, что они предатели. И партия может утвердить свою силу, жертвуя часть ее членов. Но Бухарин умолял Сталина. Он просил о возможности послать... Он очень хотел, чтобы Сталин послал им частное сообщение. Он обращался к нему коба, дай мне знак, что ты не веришь во все это. Но тут он был наив. Бухарин сказал, что это было бы слишком сильное снятие вуали. Итак, Бухарин хотел, чтобы Сталин показал ему этот знак, но, конечно, это не могло произойти. В последние десять лет существования ГДР в Восточной Германии пытались переоценить все свое наследие. И даже Фридрих Барпароссо объявляли прогрессивным буржуазным деятелем. Итак, не знаю какую там дату, но какой-то юбилей Марта Лютера был отмечен в ГДР пятичасовым сериалом о виде Лютера. И затем нужно было объяснить, что, да, Лютер прогрессивный, но мы же знаем, как он относился к христианскому восстанию Томаса Мюнцера. Он сказал, убивайте их, как собак. Как объяснить это? Восточные немцы нашли Лютер? В одной десятиминутной сцене в филе Томас Мюнцер посещает Лютера и говорит ему, послушаю, вот люди, которые искренне восприняли твой протестантизм и непосредственно связан с Богом, почему ты нас не поддержишь? Здесь я упрощаю ответ Лютер, он был похилее, но Лютер говорит ему, а, мой товарищ Томас, не надо ускорять, существует объективная стадия исторического развития. Мы сейчас живем в раннем этапе буржуазной революции, только через 300-400 лет настанет время вашей стадии, то есть как будто бы Лютер встал и сверху сказал, наш долг сейчас сверить буржуазную революцию, давайте не будем бежать. Это потрясающе трагический пример. И поскольку мне действительно понравился доклад Младен, я думал, он сейчас сидит, думает о сексе, я хочу уточнить некоторые вещи. Первое. Не знаю, переведено ли или нет, или это сапатаж, если это не переведено. Наверное, предатель даже сами потребует наказание. Книга о голосе. Что вы делали? Вы танцевали в церквях и не перевели книгу Младена о голосе? Так, предатели. Так вот, почему мне нравится книга Младена о голосе, голосе ничего больше, помимо всего прочего, Младен предлагает своего рода контр-историю голосоцентризму Дериды. Знаете, Дериды не был идиотом, и Дериды даже намекал на это. Иногда мы можем перевернуть отношения. Голос есть дополнение письму, но Младен пишет, что когда вы посмотрите, взгляните на всю историю музыки, буквально, от древнего Китая и Платона вплоть до Шостаковича, Леди Макбет, помните, Эмцентского уезда, вы видите, что голос, чистый голос, который теряет корни в четком значении, голос становится самонаслаждением. Голос становится опасным дополнением, дополнением как раз в смысле Дериды. Вот, почитаем республику Платона. Платон говорит о пении. Он говорит, это паранойя. Пение – самая опасная потенциальная деятельность. Если вы разрешите свободную пение, социальная структура развалится, и люди вернутся в животном состоянии. Но, например, Платон знал, что пение необходимо, и вот ответ – Младен. Смотрите, разрешите военные песни марши. Как, опять же, это будет другой Дериде. Голос как опасное дополнение. Вот здесь он сходит с ума. Помните, тексты с правды, какофония вместо музыки, сумбур вместо музыки Шадаковича. Там терраслова – хаос, непристойность. Можно ли по-русски видеть эту амбивалентность? Для Платона можно разрешить военные марши, военные песни. Но, боже мой, не знаю, как это по-русски. В русском армии, когда я служил в армии, и в Голливуде я смотрю на это, в американской армии. Боже мой, эти военные песни, знаете, как они непристойны? Знаете, в США вот эти есть песни для марши, то, что морская пехота поет? Там слова, послушайте слова, странное являют собой сочетание нонсенса и непристойности. Если, хотя, в Пуссе Рай, одна из знаменитых песен, я тоже служил, я спросил, и мне сказали, да. А пиццер сказал, да, и я тоже пел это. Так вот, песня такая. Я не знаю, но мне сказали, что вагины эскимосов довольно холодные. Но это необходимо. Нельзя это извлечь из военного сообщества. Нет, это реальное дополнение. Еще что я хочу сказать, подчеркнуть. Я надеюсь, что я сейчас к Младену как к Библии. Может быть, у вас лучше, но вы знаете, в католицизме самый страшный грех – это читать Библию без комментариев. У меня есть издание Библии с комментариями, где сказано, что прямое чтение Библии – это грех. Так вот, Младену так читать не надо. Итак, ответ на один из последних вопросов. Итак, иерархия и все остальное. Кто же не знал? Не подразумевал. А прочный такой псевдофеминистский вранье в духе Дэна Брауна. Знаете, что вот у нас слишком маскулинные принципы, мы подавляем феминное женское начало. Так вот, Младен говорил не об этом, не в этом духе Дэна Брауна. Это совсем противное тому, что было сказано мной сейчас о Дэне Брауне. Итак, это все было вступительное слово. Когда Младен говорил о различении, у вас есть великая традиция русского формализма, а потом Лотман. Там прекрасные страницы анализа логики дифференциализма, развлечения. Мы не структурировали семиотическое пространство, отсутствие чего-либо является позитивным фактом. Знаете, знаменитые строчки Шерлок Холмс. Шерлок Холмс спрашивает Лестрейда, вы заметили инцидент с собакой? Полицейский отвечает, но собака ничего не сделала. И тогда отвечает, но это и было странным событием, но собака ничего не делала. Младен знает, что когда он увидел этого протопациента Берту Баттенгейм, если вы знаете об истории современной музыке, вы знаете, что Берта Баттенгейм? Арнольд Шенберг Эрвардунг. Лупп wrote the poem. Марта Орбот. It's some relative. I don't know if Берта was her own or sister, but it's the same family. It's the same family. Шенберг asked her, I can rather be a great poet, because he heard about the other one, the talking cure. He heard about the other one, the talking cure. So, my God, you know, there is a link here. Next point. When Lacken provided this wonderful definition of irony, how you saying the contrary of what you are saying, you should be very precise here. It doesn't seem any irony. I say something, but I mean, you know, in the sense of, like, if some of you want to be in questions, really aggressive towards me, much more aggressive than saying, you are an idiot, which you have been to say, it was so brilliant what you said, but obviously irony is saying it always. But as we learn, because Mladen also like me, more than me, I'm a magnetist, like Mozart. Mozart is famous for irony, but there you have higher level of irony. which is, okay, you don't mean what you say, but the truth is in what you say, not in what you want. This is another big argument that you think, but the truth is in what you say, not in what you want. I don't really mean, I just pretend. Yes, but your truth is out there. It's not in what you're saying, not in what you mean there. Now, come, ah, the last point of introduction. I will stop. When Mladen spoke so much about the function of being evaded, and emphasize, we are not talking about being evaded from us. It's not repression in unusual sense. You know of both something is hidden. If you know anything about psychoanalysis, and now we're approaching our topic, and finally, I'll be talking about the wrong idea of thinking in vain. If these wrong ideas are the origin of this stupidity, that psychoanalysis is out there. And people say, we understand the victoria's morality, 100,000 years ago, it's true. If you tell someone, you know you want to sleep with your mother over there, they will be shocked. And again today, everyone knows this. No? Who needs psychoanalysis today, they no longer have oppression. And there seems to be some elements for this. Like, remember, remember the last psychoanalysis? Who can shock you in this way? Who can shock you? Who can shock you? they imagine a stupid example. You come to your psychoanalysis, and you say, last night I had a dream. I was penetrating thick forest, a dragon, and then I entered the castle. And then he simply said, there is your father, the castle is your mother, you want to see your mother. But let me tell you something, which all my psychoanalytic friends are telling me. But the very typical patient no longer acts like that. He already knows all this. He would have told you, you know, last night I had an incestuous dream, and so on, you know. And this is what Freud is an answer to. Or later, Lacan's return to Freud. But even if nothing is hidden, repression is stronger than ever. Freud's thesis is not I'm repression this naïve, demanoic thesis with the others. No. Freud is a proper repression. It's not the proper Freudian It's not the proper Freudian that Freudian. I'm not not having sex. because my father has been internalized, and I can't take care of my father, and I'm not trying to be living. The problem is, and I speak from my own experience. Я говорю, собственно, когда у вас отец, который все разрешает, который говорит, а почему у тебя нет девушек, кто-то не мучает, так вот это делает вас импотентным. Вот проблема Фрейда. Это завуалировано. Но для кого это завуалировано? Для тех, кого Жак Лакон называет большой другой. Большой другой – это тот, представьте символическое пространство, где вы все можете заметить, того, для кого нужно поддерживать образы. Вот пример. Знаете, странный пример, как даже в эпоху Сталина, по правилам, у вас были два парада – Октябрьская революция и 1 мая. Никогда дождь в эти дни не шел. И я недавно узнал, что они там распыляли что-то над Москвой, может быть, ядовитый газ, который предупреждал облакообразование. Они знали, что даже если люди будут знать о том, что это природа, но это будет воспринято как импотенция власти. Всемогущество партии должно было даже в этом подчеркиваться. Я знаю, что вы знаете, я 20 раз этот пример использовал, но он прекрасный. Это вечная шутка, я еще раз извиняюсь, если вы знаете, сумасшедший, которого лечат и в госпитале. И он вновь возвращается в психбольницу, и вы спрашиваете, а что с вами? И он говорит, исцеленный. И я встретил цыпленка, и цыпленок хотел убить меня. Но вы же знаете, что вы мужчина, а не зернышко. Вы оснащили от этого? И сумасшедший говорит, я-то знаю, что я человек, но знает ли курица, что я не зернышко и что нельзя склевать? Эта шутка превозможным образом отображает реальность нашей ежедневной идеологии. У вас могут быть сексуальные, либеральные родители, которые устраивают оргии, но у них всегда существует невинный взгляд, для кого они должны показывать свои измены. Например, ребенок не должен узнать их сексуальную свободу. И вот от кого-то они всегда скрываются. И здесь мы подходим к ключевой лаканской категории, категории, субъект должен верить. В циничные времена мы больше не верим. Кто серьезно воспринимает идеологию? Нам нужен другой, который бы искренне верил ради нас, для нас. И этот другой, он не обязательно должен существовать в реальности. Вот дурацкую историю расскажу. Шутку из бывшей Югославии, вы можете знать ее по вашему советскому прошлому. Это была такая история, что там был слух, может быть, это было даже право в начале 70-х годов, когда был первый экономический рейс в бывшей Югославии. Тут был слух, что не хватает бумаги, то это бумаги. И большинство знали, что это только слух, что туалетной бумаги достаточно. Но как люди думали? Итак, какая была логика? Я знаю, что это просто слух. А что, если какие-то идиоты этот слух серьезно воспримут и начнут скупать туалетную бумагу и покупать огромное количество туалетной бумаги? И действительно, что туалетная бумага закончится. Чтобы вы извинете, что, даже я знаю, что это не слух, что есть, что нет бумаги. Я буду сейчас купить туалетную бумагу. Чтобы вы знаете, что это не слух. И результат, чем закончился? Никаких либов. Никаких либов. Хотя все знали, что это слух. Но все, что вы знали, не чтобы верить, но чтобы верить, что есть те, кто верит. Понимаете, это очень важное функционирование. Еще одна шутка, постоянно повторяю, Нильс Бор в Копенгагене, великий физик, знаете, вы, наверное, знаете эту историю. Один раз его посетили, знаете, дачу, его близко к Пенгагену, и друг над воротами видел подкову. Вы знаете, в России тоже подкова приносит у дачу, чтобы злой дух не входил. Так вот, друг сказал, так вы же ученый. Зачем вам это? И Нильс Бор, он читал Киркегора, мы знаем. И Нильс Бор ответил, я не дурак, я ученый, я знаю, это предрассудок. Я не верю в это. Но мне сказали, что эта магия работает, даже если вы не верите. То же самое с идеологией. Сейчас никто не верит в демократию на Западе, но они думают, что она работает, даже если вы в нее не верите. И вот это означает снимать вуаль. Интимно мы знаем, секретов нет. Вы спросите, имеет ли это травматический эффект? Позднее я вернусь к этому. Да, есть. Я был потрясен, возвращаясь к вашей истории. Помните, 56-й год, речь Никиты Хрущева. Закрытый доклад. Там были врачи, 5-6 человек с инфарктом на заседании съезда. Почему? Они ничего нового не узнали. Это лицемерие, когда люди говорят, ой, мы никогда не знали об этом. Если бы я знал, что Сталин делал. Все все знали. Но большой другой. То, что Хрущев сказал, сделал это доступным. Хотя он это сделал в закрытом докладе, ну ладно. Но большой другой был включен в это. Так вот, одно дело знать имплицитно, а другое дело иметь это опознанно. И теперь последняя вещь, которую должен сказать. Когда Младен говорит, как фаллос, как означаемое, означающее пол, одновременно ничего не значит. Вновь повторяя свой старый анализ, вы его, наверное, знаете, полагаю, у меня есть прекрасный пример, каким образом, одновременно, фаллос, ровно как нонсенс, обеспечивает, гарантирует значение. Какая здесь ловика? У Маркса есть другое слово для трубодиста. У Маркса есть другое слово для трубодиста. Животное. Помните, Бентам. Маркс знал это слово. Так вот, Бентам и животное знал, а третье марксистское слово — азиатский способ производства. Почему? Азиатский способ производства кажется, ну, знаете, одним элементом его знаменитых членов. Но если вы внимательно прочтете, вы увидите, что азиатский способ производства эффективно функционирует. Это последняя категория в этой статье из Борхеса. Все животные, которые в этот список не включены. Так вот, Маркс этим азиатским способом производства, если вы внимательно прочтете, поймете, что азиатский способ производства — тут не нужен сексуальный критерий, это нечеткая концепция. Это же несостоятельное понятие. Маркс честно понимал, что существует общество, которое организовано таким образом, который не подходит его катификации. Древний Китай. Рабство, феодализм, нет, нельзя сказать. И вот азиатский способ производства означает ровно то, что последняя категория Борхеса — животных, которые не принадлежат моей классификации. Это ровно то самое. Это как раз трубочист. Только Маркс об этом сам не знал. Итак, здесь быстро я закончу. Идеология функционирует ровно таким же образом. Видели фильм Джосса Стивена о челюсти Стивена Спилберга? Что означает акула? Я достаточно старый человек. Я помню, когда фильм вышел, были дебаты. Левы критиковали фильм. Говорили, что Спилберг играет на уху страха консервативной Америки. И акула отображает страх перед мексиканцами-мигрантами. Экологисты говорили, что это страх перед экологическими катастрофами. Фидель Кастро сказал, что это прогрессивный фильм. Он сказал, что челюсти акулы — это метафора финансового капитализма, который подавляет рядовую Америку. Но вот материалистическое лакановское прочтение. Вагина-дентата, зубастая вагина. У меня нет времени об этом много говорить. Я думаю, что вагина-дентата — это сложный вопрос. Это мои личные странные вещи, что дефлорировать девушек должны врачи. Ладно. Итак, челюсти означают то, что это идеологическая модель. Спилберг знал, что обычные американцы обладают разными страхами. «Боитесь капитализма, боитесь иммигранта, боитесь природы». И он предложил один символ — акулу, которая определенным образом объединяет все эти страхи. Почему я об этом говорю? Потому что я считаю... Вы видите параллель? Это точно параллель. Ровно то же самое с антисемитизмом. Вы не заметили, как антисемитские атрибуты евреев совершенно несобставимы? Евреи одновременно крайне интеллектуальны, слишком умны и одновременно грязные. Они не моются, они заплатят наших девушек. Одновременно они слишком много работают и левимы не делают ничего. И вот неверно спрашивать, а кто такие настоящие евреи? Операция должна быть такова. Представьте, 20-е годы, Германия. Каждый день у немца разные страхи. Он боялся инфляции, финансового капитала. Он боялся моральной деградации. Он боялся того, другого, и тут Гитлер сказал — еврей. И еврей стал таким референциальным местом для всех этих ужасов, страхов. Здесь это как раз означает пустое, означающее нонсенс. Я знаю, в Польше так было. Красивая антисоветская шутка в Польше. Помните, говорили, что социализм, коммунизм есть синтез всех наивысших соединений человечества? И вот польская шутка. Социализм от пробытного общества взял варварство. Из древнего общества — рабство от феодализма сизиренов, от капитализма он взял эксплуатацию, от социализма он взял имя. Это то же самое с евреями. Не знаю. Вот я беру финансовую эксплуатацию, я беру ту эксплуатацию, то и все, а от евреев он берет имя. Он пустой имя. Но поскольку этот еврей пустой, он означает все. Это трубочист. Это фаллический элемент. У нас нет времени, к сожалению, говорить о лакановской теории, потому что фаллическое означающее — это означающее мастера, господина. Вот это логика Гитлера. Я не знал, кто левый, кто правый. Гитлер говорит, вот, еврей все устроил. Легко все стало сразу понятно немцам. И это господствующее означающее. И правда этого господствующего означающее означает в том, что это означающее того, что в лакановском словаре мы могли бы назвать несуществование большого другого. Это пустая означающая операция. Если Господь — это господствующий означающий, Спиноза говорит об этом понятии Бога, такой старик, который все контролирует. А без Спиноза… Спиноза говорит, что Бог — это именование наше невежество. Как раз это тот самый жест снятия вуали. Это не такое примитивное. Давайте откроем все постмодернистское плюролизму. Нет. Здесь господствующий означающий, означающий неудачу, импотенцию. И так далее. Хорошо. А теперь я начну. Только полчаса говорил. Надо сказать вот что. Надо было сказать то, что я сказал. У нас трудные сражения с младенами. Мы не наивные. Мы не наивные прокоммунисты. Мы очень хорошо понимаем ужасы того, что произошло. И это куда более страшная загадка, чем фашизм. Фашизм прост. Консервативный модернизм. Консервативная модернизация. А сталинизм — это в начале огромное освободительное движение, которое кончилось кошмаром. У нас нет ни теории, которую объяснил один сталинизм. Теперь я поговорю о психоанализе. В последние годы идет новая волна триумфалистского триумфалистского заявления, что психоанализм мертв. Говорят, что продвижение в нейронауках, изучение мозга, новая фарматерапия. Кому нужны эти психоаналитики? Все, кончилось. Даже по-французски есть книга. В 2005 году она была опубликована. Черная книга психоанализа. Как ответ, знаете, черной книги коммунизма. Все психоаналитические преступления были перечислены. Здесь все собрали вместе Маркса, видите, и Рейда. И есть логика в серьезном восприятии этой критики психоанализа. Во-первых, на уровне такой популярности последние научные достижения когнитивной науки, невробиологии показывают более глубокое понимание того, как наше сознание функционирует. Второе. Правда. В психиатрических клиниках психоанализ уходит под давлением медицинской терапии и бахевиористской терапии. И третье. Это то, о чем я говорил. Разве психоанализ не определяется репрессиями, борьбой против подавления? А сегодня кому нужен психоанализ, когда, по крайней мере, кажется, что никакой сильной отевидной репрессии не существует? Господи, сегодня все можно. Все возможно. Только вот дети остаются священной коровой. А так вы можете делать все, что хотите. С тремя-думя женщинами, с пятью мужчинами, с кошками, с собаками. Все можно. И вот здесь, мне кажется, что начинаются трудности. Вы знаете, что мы часто слышим, как это стандартная культурная консервативная критика. Как в нашей эпоху, когда все это шло, дети не дают четких пределов, четких запретов. Нам нужно вернуться к четкому моральному авторитету. И только в этом образом мы будем в безопасности. И здесь входит психоанализ. Только он может объяснить то, что ясно видели умные марксисты, такие как Деодораде Адормо. В конце 30-х годов. Чтобы сказать коротко, тоталитарные фигуры, Гитлер, Сталин, разные, да, но это не фигуры отцов. Если когда-нибудь существовал пост-эдиповский режим, это не эдиповская логика. Адорно ясно видел, как другая сторона сталинизма или гитлеровского режима, дисциплина, оборотная сторона дисциплины это всегда стремельник к трансгрессии, к непристойному поведению. У меня нет времени подробно об этом говорить, но я лично знаю Бориса Гройса, очень яркая фигура. Он мне сказал, поправь тебя, если он прав, если я ошибаюсь. Он нашел бумаги в архиве Михаила Бахтина в Казани, где он выжил. Он выжил в Саранске, замечаю. Так вот, в этих архивах видно, что Бахтин прекрасно знал двойственность понятия карнавала. Не просто Рабле, а знаете творчество Франсуа Рабле. Бахтин хотел сказать не просто вот карнавал, замечательная отмена социальных норм и так далее. Гройс сказал. Гройс сказал. Гройс сказал. Гройс сказал. Гройс сказал. что конкретное модель карнавала была гулак. Карнавала была так, сегодня вы члены центральной комитеты, сегодня вы члены английского спиа. Это тоталярная цирка. И так далее, Сталин должен быть более как фигура этого кривого карнавала который движется на велосипеде и вы здесь, вы там. ОК. Это может быть экзагерировано. Но, что я инсистую на, это, я хочу заключить следующее. У вас есть иллюзии, некоторые иллюзии. Когда я говорю об этой внутренней встроенной трансгрессии, непристойных скрытых ритуалах, ритуалы, которые публично не признаются, но тем не менее, транскрессивны. если они существуют, это, ну, это дополнение в тридианском смысле, то, что официально осуждается, но необходимо для функционирования неизвестной церкви, института. В данном случае я говорил. Фрейдовский пример не столь прост. Фрейдовская логика более сложна. Мы не просто должны иметь порядок и тайны его нарушать. Обычно наша трансгрессия кодифицирована. Трансгрессия, которая поддерживает систему. Когда мы говорим об отношениях между сновидениями реальной жизнью, мы должны все перевернуть. 4 минуты 48 секунд. Знаете, знаменитое самое красивое сновидение Фрейда? Первое из толкования сновидений. Младен написал превосходную статью о сне Ирмы. Второе текст, второе сновидение. Сон, умерший ребенок, действительно умерший ребенок пришел во сне к отцу, и Лакон интерпретирует этот сон следующим образом. Значит, какой сон? Ребенок умер, и отцу является умерший ребенок, и этот сон, по идее Фрейда, должен был отсрочить пробуждение. Часто мы спим, а потом приходит какой-то звук, который нас заставляет пробудиться. У вас всех такие бывают примеры. Вы хотите чуть-чуть поспать, и вы изобретаете сон, который включает этот внешний сигнал. Например, звонит телефон, и у вас сон о том, как звонить телефон. А затем, вот ловушка. А почему же встаете? Пробуждаете. Традиционно вульгарное объяснение следующее. Внешний сигнал слишком силен становится. Телефон вы можете выдержать, а если я буду толкать тебя, там уже трудно продолжать спать. Лакон предложает вот следующее. Как я уже говорил, ребенок действительно умер, сын умер. Это реальная история. Бедный угол Австро-Венгрии, и была такая традиция, что надо было оставаться всю ночь у гроба умершего. Отец устал и заснул. И одна из свечей на гробу упала, и ткань начала тлеть, загорелась. И, видимо, этот дым почувствовал отец. И отец придумал сон, чтобы немного дольше поспать. А сон такой, что пришел сын ему является и говорит, как раз ты не видишь, что я горю. Так вот, Лакон говорит, не потому отец проснулся, что слишком сильный был запах, а потому что сам сон, то, что явилось во сне, куда страшнее, чем то, что происходило в реальности. Когда ребенок является и говорит отцу, ты не видишь, я горю. И в этом смысле отец проснулся, чтобы избежать травматического сновидения. То есть, он убежал от вора. Это интересный такой перевертыш. Вы просыпаетесь, чтобы бежать от наведения, а не наоборот. То есть, вы пробуждаетесь, чтобы по-настоящему избежать травмы. То же самое относится к концлагерям. Примо Леви, я думаю, он переведен. Примо Леви приводит одну потрясающую историю в Освенциме. У него был сон. Тот самый сон, который очень связан с Тимашем. Был счастливый сон в Освенциме. Война кончилась, все хорошо, он объединился с семьей, они ужинают, все хорошо. А затем? А затем он рассказывает о своем опыте Освенцима. И во сне его родственники устали, они уже слышали это много раз. И в этот момент он просыпается. Для него был столь страшен опыт того, что нет большого другого, не к некому слушать его рассказы. Для него это было так страшно, что он предпочел проснуться в Освенциме, чем дальше спать. Я это много раз слышал от боснийских беженцев в начале 90-х годов. Изнасилование, там было множество изнасилований, но я много раз слышал, что когда девушки биологически выживали, они выживали. там почти никто не покончил с собой. Почему? Они верили в это большого другого. Я должна выжить, чтобы сообщить о том, что я пережила. А затем, если они выживали, они понимали Примолемия, что людям не были интересны эти истории. «Знаете, там такой дурной мужской шовинизм, а вы уверены, что вам снасилование, а может вам понравилось?» И вот тут пошли убийства. Самоубийства. Саринные самоубийства. И здесь на этом уровне, здесь я останавливаюсь, на этом уровне это смешивание реального и реальности, фантазии и реальности. С лакановской точки зрения, фантазия, здесь я закончу. Вот азбука, лакановская азбука, азбука Лакана и Фрейда. Младен упоминал. В дурной фалоцентричной логике, фаллической логике, существует психоанализ. Психоанализ. У всех пансексуализм. У всего есть сексуальное значение. Вы пишете письмо, а на самом деле вы его насилуете, а не просто критикуете в письме. Но Фрейд говорил не об этом. Фрейд был далек этого вульгарного пансексуализма, что все имеет отношение к сексу. Фрейд говорил, что бы вы ни делали, вы думаете о сексе. Но что происходит, когда вы занимаетесь сексом? О чем вы думаете тогда? И вот тут есть лакановский ответ. Лакан говорит фантазия. Фантазм. Не обязательно сексуальный. Я недавно прочел Людвиг Витгенштейн. Вы знаете, дневник Первой войны Людвиг Витгенштейна. Он пишет о мастурбации свои в два часа я мастурбировал на фронте. И он описывает то, о чем он думал. У нас же философ. Он думал о математических спор со своими философами. Вот этика. Вот логика психоанализа. Это не так, что все, что есть, значит секс. Нет чистого секса. Есть сексуальная связь. Даже когда вы занимаетесь сексом, вы должны думать о чем-то еще. Секс никогда не является чистой формой. Последняя грязная история, которую я действительно люблю. И на этом закончим. На немецком журнале Штерн, 40 лет назад, я был ребенком, они публиковали дурацкую карикатуру, но теоретически неверную. Там было парочку мужчин и спрашивали, что вы будете делать летом. И один говорит, наконец-то у меня будет время прочитать хорошую книгу. Другой говорит, я хочу на природе провести время. Третий говорит, я хочу посетить экзотично далекие замки. А потом в этом шутка. как, знаете, в комиксах такие шарики, которые показывают, что они на самом деле думают. И там было сказано, что там каждый думал. Это самая антифрейдистская вульгарность, которую вы можете сказать. Фрейд сказал по-другому. Если вы в этом в обществе мужского шовинизма и обсуждают люди, что делать в следующем году. Если вы не нормальный философ вроде нас, давайте там заниматься любовью, чем больше, тем лучше. И мы можем сказать одно и то же. Но каждый думает о другом. Мой фантазм это иметь сексуальную связь с женщиной, которая читает книгу, другой там хочет заниматься в каком-то странном замке, храме. Вот здесь секрет-то. Не то, что я хочу секса, а фантазия, которая связана для совершения секса. И здесь я хочу подвести итог. Вот то, что обратите на то, что говорил Ладон. Паноптикум тоталитаризм и его теория фикции. Мы должны разделять реальность и фикцию. Но Фуко так же говорил, если вы убираете фикцию, вы теряете реальность. Реальность структурирована и связана с фикцией. Если вы забираете фикцию, то реальность. Вы сходите с ума. Я должен сейчас завершать. Спасибо. 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 Спасибо.